Сегодня я хотел продолжить разговор про FSU IPC, ну или SUPIC, как его здесь. У нас обычно принято называть, рассказать о работе с SDK данной программы. Скачается SDK с оригинального сайта Питта Далсона. Соответственно, оно свободно распространяется им, то есть прямо отсюда его можно скачать. Когда разворачивается архив, в его состав входит целая группа модулей. Ну, вернее, не модулей, правильнее сказать, SDK для разных языков программирования. C, C Sharp, Delphi, Java, Microsoft Foundation Class, Pifon, Visual Basic, ну и так далее. То есть фактически для всех языков программирования, которые сейчас более-менее распространены. Плюс некие заголовочные классы для погоды и два PDF-ника основных, которые, собственно говоря, будут использоваться, ну, будут использоваться явно теми людьми, которые займутся этой вещью. Сразу оговорюсь, что сегодняшнее, то, про что я рассказываю, имеет отношение исключительно к SDK, к программированию на C Sharp отношения не имеет. То есть, если кто-то хочет учиться программировать, поэтому мануалу точно этого делать не надо. Для тех людей, которые видят это впервые, опять же, тех, кто хочется, тем, кому не хватает внутренних возможностей по каким бы то ни было причинам. Самого Супика, то, что настраивается в Симе, как его там настраивать, у меня в другом видео есть на моем канале. То есть здесь уже, в общем-то, дальнейшее продолжение того видео логическое. То есть, если вам каких-то настроек там таки не хватило, вы хотите сделать что-то внешней программы или получите Сима какие-то, соответственно, данные, с которыми обработать и что-то потом сделать вот именно для этих людей, я решил сегодня сделать это видео. Что нам еще потребуется? Ну, SDK, понятно, можно скачать отсюда. Я работаю с C Sharp, поэтому, собственно говоря, объяснять буду для него. То есть, для себя я разархивирую один раз единственный вот этот вот архив. В его состав входит класс вот этот вот основной, FCUIPC CS. Ну, разумеется, в составе есть Redmi, который последовательно и подробно описывает, что здесь есть внутри этого. Да, и есть тестовый проект консольный, который позволяет увидеть две вещи, но, в моем понимании, он реализован несколько не то чтобы странно, но ненаглядно для тех, кто это впервые видит. Правда, Пит Далсон сам на своем сайте в форумах пишет, что он не программирует на C Sharp, и поэтому, видимо, это этим и обусловлено. Плюс еще есть пару нюансов. Ну, это чуть позже. Запускаем, соответственно, студию. Любую. Визу-студию, кому какая нравится. У меня в данном случае стоит 13-я студия. 2013-я. О работе 12-я, в которой я в основном и работаю. Так что, в общем-то, неважно какой. Создаем новый проект. Для простоты я возьму WinForms, не буду я делать консольное приложение, поскольку в нем много времени уйдет еще на вспомогательные задачи, которые совершенно не нужны для того, чтобы рассмотреть вопросы, связанные именно с SDK и с программированием под FSCX. Ну, еще сразу скажу, я не буду отвлекаться на такие вещи, что, соответственно, понятно, как люди любят писать в реальном времени. То есть, вот потихонечку, оформляя название чего-то там, это я буду, кроме, ну, вот этого случая, делать за кадром, а потом просто рассказывать, что тот или иной код делает. То есть, вот открылось наше первое консольное приложение, собственно говоря, вот его можно сразу же запустить, в нем, понятно, нифига нет. И, разумеется, просто окошко. То есть, просто посмотреть, что оно у нас запускается. Опять же говорю, я этот материал делаю для тех, кто это видит все впервые, а не для профессиональных программистов, поэтому делайте поправку на это. После того, как создали формочку, идем в каталог нашего проекта, то есть туда, куда мы его сохраняем. По умолчанию я это и не менял сейчас вообще, он сохраняется в документах Visual Studio 2013, проекты. Вот сам наш проект. И кидаем сюда для удобства класс, который для нас создан питом, ну, или его знакомыми, друзьями. Не знаю, что его там на самом деле делают класс, для нас это не важно. Проект добавит существующий элемент и открываем созданный класс. Все, видим, что он у нас добавился. Теперь, соответственно, мы его можем использовать в нашем проекте, не забыв, понятно, подключить пространство имен. Пространство имен, это, соответственно, то, в чем описан наш, точнее, не наш, а питовский класс. Ну, самое первое, что следует сделать, я думаю, это взять стандартный элемент управления типа кнопка и сделать подключение по нему к FSX. Ну, я его, понятно, называю сразу по-человечески, это как бы, чего я вам рекомендую не оставлять название, там, button1, button2 и так далее. Потом сами запутаетесь, что у вас, что делать. Также есть смысл взять сразу некий лейбл, который будет означать, в который мы будем выводить состояние нашего подключения, то есть подключились, не подключились и так далее. Два раза щелкаем на нашу кнопку, видим, что у нас открылись события по ней. Теперь, собственно говоря, чтобы нам не заниматься ерундой по поводу того, угадывать как чего, идем в файл readme. И здесь было бы получено, у нас есть, если его почитать, во-первых, интерфейса описано, что мы можем делать с данным нашим классом, а во-вторых, собственно говоря, приведен пример операции инициализации подключения. Также, вот она, на строках, отсюда я и буду брать. Это пространство имен подключения, то есть возвращаемся в нашу студию. Пишем ее в самом верху, то есть, соответственно, чтобы у нас наша форма знала, где нам, куда нам обращаться со всеми запросами, связанными с FSX, SDK, с UPEC. В общем, дальше прям берем отсюда же пример, и сейчас я его весь объясню, что тут чего имеет место быть, просто чтобы не заниматься переписыванием сто раз одного и того же, вот до этого вот места, мы весело и радостно копируем текст. Ну, я вот тут за кадром после копирования строк из текстового файла, который прилагается к SDK. Собственно говоря, написал к ним, чтобы было понятно комментарии на русском языке. Ну, я не буду, опять же говорю, вдаваться в тонкости программирования, создавать свой новый экземпляр класса, с которым я, допустим, собираюсь работать с самолетом и так далее. Это если время дойдет потом, в дальнейших уроках расскажу, как это делается. Сейчас наша цель подключиться через SDK к игре и что-то оттуда считать, чего-то туда записать, и увидите результаты наших действий. Поэтому, первое, что мы сделаем, это создадим, ну, зададим некие переменные, минимальный набор, который нам потребуется, будем их дальше создавать по мере необходимости. Первое, это переменные результата, то есть все операции, которые производятся с игрой через SDK, будь то подключение, будь то запись, получение результатов и чего бы то ни было еще, они все упито в классе, оформленной в виде функций. Функции это, соответственно, операции, которые возвращают что-то нам назад. В данном случае они возвращают переменные result, переменные типа boolean, то есть, соответственно, false и true значение принимает. То есть операция, которую мы запросили в данном случае через SDK, закончилась успешно, это результат будет true или результат будет false, означающий, что то или иное действие, которое мы попытались сделать, закончилась неудачей. Следующая из этого набора переменная, которая используется у нас при открытии соединения, вот она, она, соответственно, обозначает тип версии FSX. В самом базовом классе у нас задано. То есть мы можем подключаться к разным версиям симулятора, если перейти в класс PITA, то в самом верху этого класса заданы понятные в форме константы тип этих переменных, вот типы симов, к которым мы можем подключаться. Можно использовать тип 8, но в моем случае это FSX. Можно вообще не проверять этот тип, в этом случае используется переменная SEMANY, которую, по сути дела, я и задаю, ставлю сюда 0. То есть подключение будет осуществляться, открытие соединения, будет осуществляться с любой версией FSX. Токен это будет переменной нами, используется внутренний идентификатор подключения, которые, соответственно, использует сам PIT. Сейчас я не буду вдаваться в его подробности, потому что они не имеют отношения к начальным нашим знаниям и к возможности подключиться к симулятору. DW-Result, DW-Result, соответственно, это результат. Опять-таки, в случае с подключением, если посмотреть класс PITA, то вот они, эти результаты, которые нам могут быть возвращены в виде этой переменной. 0. Это все в порядке, соответственно, и дальше коды ошибок, то есть чего, собственно говоря, не удалось сделать проекту, почему не удалось подключиться. Опять-таки, это принципиально, если вы делаете универсальную программу и потом предполагается, что использовать ее будете не вы сами и не подотладчиком. То есть, чтобы, соответственно, определиться с тем, что же там не получилось при открытии соединения, в данном случае при открытии соединения, вот можно проанализировать возвращаемый результат, но для нашего, опять-таки, начального старта и подключения к игре это совершенно не нужно, поэтому, соответственно, переходим дальше. Первая строка коды — это создается экземпляр класса. Опять-таки, так как я не рассказываю про программирование, подразумевается, что вы понимаете, что это значит. То есть создаем новый экземпляр нашего класса. Дальше вызываем события инициализации. То есть приводим его, инициализируем все переменные класса и сразу переходим, соответственно, к открытию соединения. Вот на этом месте я, пожалуй, так подумал, прервусь. Не хочу я делать так, как убито объяснено в примере. То есть вот в этом вот тут есть дальше понятно, как подключиться и сделать опрос, чего бы то ни было. Точнее, даже не в этом примере, а вот в этом вот примере тест-консоль. То есть вот здесь вот есть, как можно подключиться и что-то сделать, но я покажу, в принципе, как это более правильно сделать, с моей точки зрения, поскольку там он использует просто бесконечный цикл с возможностью выйти из него. Мы сделаем с вами через отдельный поток, который позволит нам работать совершенно спокойно с формой, да и вообще это более правильно. более правильный подход реализовывать соединения с чем бы то ни было, которые подразумевают циклический опрос или циклическое общение с другим объектом, который вы собираетесь программировать или опрашивать, с которым вы подразумеваете работать. Поэтому делать в виде отдельного потока. Опять-таки, что такое потоки в рамках данного ролика я рассказывать не буду, потому что он не про программирование. Итак, для того, чтобы нам сделать поток, делаем еще одну функцию, еще одну процедурку. То есть вот такую вот заготовочку по процедурку, в которую мы переносим весь наш вот этот вот код, который мы только начали делать. Вот. А в событию по кнопке пишем вот такое вот, соответственно, запуск нашей вот этой вот процедуры, которую я дальше буду объяснять, как писать, соответственно, в потоке. Вот таким вот образом. Запускаем ее в отдельном потоке. Теперь нам, соответственно, единственный нюанс при работе с потоками, сразу оговорюсь в информах, это проблема с тем, что потоки не могут обращаться к объектам, созданным в другом потоке. Под объектами я подразумеваю кнопки. Соответственно, вот наш этот лейбл. Ну, есть, соответственно, простой элементарный способ это обойти. Для этого мы создаем делегат. Ну, вот такой вот пустой делегат, соответственно, который нам сможет, через который мы сможем перебрасывать некий текстовый переменный из нашего свеже сделанного потока в форму. Ну, больше мне ничего туда швырять не надо, если бы надо было швырять какие-нибудь, соответственно, переменные типа там, другого какого бы то ни было, не текстового типа, но я бы насоздавал еще себе делегатов, тех, которые мне надо. Так вот, теперь после этих небольших подготовительных операций вернемся, соответственно, к тому, на чем мы остановились, то есть мы открыли соединение с SDK. Ну, во-первых, результ мне не очень это нравится. Вот, то есть, если мы подключились, к нашей игре, то, соответственно, делаем что-то здесь. Если вдруг к ней не подключились, то выводим сообщение об ошибке нашего подключения. Все, вот здесь вот, соответственно, можно вывести для начала сообщение. То мы подключились. И плюс еще, для чего мы, собственно, создавали вот этот делегат, в лейбл вот это тут вывести сообщение о том, что мы, соответственно, подключились тоже, чтобы в дальнейшем вот это окошко нам не выводить все время. То есть вызываем наш, вызываем метод invoke для нашей переменной или чего бы то ни было, с чем мы собираемся работать через свойства текста. То есть в нашем случае вот она, это наша переменная, о господи, лейбл, который отвечает за вот его имя, за то, чтобы вывести нам статус, что в данный момент времени мы к игре подключились. Поэтому, соответственно, мы создаем для него, вызываем его свойство invoke, создаем новый делегат, экземпляр нового делегата, в данном случае S, и через него передаем из потока, в котором мы сейчас находимся, который мы запустили здесь, передаем, соответственно, текст назад лейбл. То есть напрямую, к сожалению, через свойства текста нашей, соответственно, лейбл, куда мы выводим, обратиться нельзя, компилятор выругается на вас, что пересечение потоков, и, соответственно, нельзя писать напрямую туда. Это вот такой достаточно простой нюанс, который легко обходится, понятно. Так, и еще, прежде чем посмотреть, как мы подключаемся к VsX, нам надо после любых манипуляций с классом, то есть открытия соединения с супиком, который в VsX находится, необходимо это соединение закрыть. То есть здесь вот после всего этого, если мы удачно соединились, выразим метод close. то есть закроем соединение после того, как подключились. Можно его вызвать, понятно, и ниже, но оставим его тут. Запускаем саму по себе игру. Сейчас совершенно не важно, что за самолет, я беру этот дефолтный дельтаплан, и, соответственно, гружу его, например, в том же Питере, чтобы просто был пример каких бы то ни было там действий. Так, ну вот он загрузился, у меня тут, понятно, по умолчанию выставлены везде колден даки, на полосе ставим, да это, в общем-то, абсолютно не имеет сейчас значения. Суть не в этом. Наша задача протестировать сейчас нашу программку, запускаем ее, и вот получаем сообщение подключено, то есть вот сюда вот попали, изменился лейбл на Connected, то есть соединение установлено, пока никаких действий мы внутри программы не прописывали, поэтому нажимаем ОК, сразу же получаем, соответственно, понятный Disconnected, соединение с опиком, закрываем, то есть вот самый простой наш первый примерчик, мы отработали. Теперь попробуем сделать что-то более осмысленное. Прежде чем переходить дальше по ходу программирования, вспомним интерфейс самого Супика в игре, вот здесь вот везде есть те самые Button on Switches, какие-то там, соответственно, настройки клавиш джойстика, ну, например. И вот здесь вот есть параметры. Вот эти вот параметры, это не что иное, как переменные, которые можно посмотреть в замечательной программке, которая у нас идет с самим Супиком и называется FS Integrated. Такая замечательная программа. Вот здесь вот везде, у нас, перейдя к ней, можно сказать, ну, во-первых, пару слов про ее интерфейс. То есть когда вы ее в первый раз запускаете, слайдер вот этот вот, который расположен в левой части, устанавливается на закладку переменные. Переменные. Дальше идет огромный список этих переменных. Всего их в данный момент времени, о чем свидетельствует название, здесь аж 1654 штуки загружено. Вот этот вот весь экран, который сейчас перед нами, табличка, что она собой представляет. Первый столбец, это смещение переменной в памяти. Это тот адрес, в который мы можем, либо в зависимости от того, что вот в этом столбце указано, только читать, либо, соответственно, читать и писать, что вот здесь вот указано, в этом же самом столбце. либо, сейчас отсортируем по нему, то есть щелчок по любому заголовку этого столбца делает по нему сортировку. Unknown, соответственно, неизвестно действие, то есть можно ли читать, можно ли писать, или то и другое сразу. То есть это для определенного класса переменных, сейчас я на этом останавливаться не буду. И также есть write-only, то есть, соответственно, только писать. Дальше, следующий столбец у нас после смещения, это имена, того, что тем или иным образом обозваны эти переменные, то есть, чтобы хоть как-то можно было ориентироваться, и это очень удобно сделано, понятно, по названиям действий. Ну, на английском, но тут уж как бы придираться к автору просто глупо, потому что еще многие на русском просто не назовешь, непонятно, что это будет. Третий столбец это тип переменных, то есть, соответственно, в каком формате их необходимо вызывать. В программе я об этом чуть позже. Четвертый столбец это длина переменной, то есть, какую длину необходимо указывать в функции чтения или функции записи. Соответственно, это тоже об этом. Чуть позже, когда будем уже программировать что-то, ну, тип переменной, я сказал, что это дальше. Дальше самая удобная вещь, это категория. Если перетянуть этот столбец вот сюда, например, то мы увидим, что все наши переменные разбиты на n-ное количество категорий, которые отвечают за что-то там. Вот, допустим, вот эта position altitude категория отвечает за весь функционал позиционирования нашего объекта в мире FSOX. То есть, широта, долгота, долгота в двух просто переменных она, соответственно, у нас описана. Опять-таки, переменные в формате внутренней системе координат FSOX. Ну и так далее. То есть, скорость такая, магнитное склонение, ну и так далее. То есть, если понятно, сейчас начинать описывать все эти переменные, то это долго, и все зависит от того, что вам на самом деле надо. Категория engines отвечает за работу с двигателями со всеми четырьмя. То есть, вот тут гигантское количество параметров на самом деле, которые может быть, может нам потребуется, может не потребуется, FIO, понятно, за топливо, автопивот, за автопивот. Категория radius очень интересная, поскольку здесь вот есть категория такая еще перекочевавшая с FS 2004, Fly Simulator 2004, и здесь же есть масса интересных переменных, отвечающих за позиционирование объекта, ну, самолета, в частном случае, вертолета, неважно, чего там в мире, соответственно, FSX, здесь просто эти переменные в более доступном виде даются, хотя сам ПИТ предлагает все-таки использовать переменные не из этой категории, а из категории, понятно, Position Altitude, но есть нюансы с пересчетом здесь. здесь вот, допустим, широта и долгота представлены вот в таком формате, то есть, кстати говоря, вот следующее, expression, столбец продолжу рассказывать, указывать на то, что после того, как вы получили значение ту или иную переменной, как его пересчитать в человеческий вид, то есть, вид доступный для понимания, они из внутренних переменных SEMA, почему я говорю, эта программка очень удобная, хотя идут два PDF-ника, Fubic for Programmers, в котором, в общем-то, в общих виде рассказано, как программировать интерфейс и второе Offset Status, то есть, собственно говоря, из двух переменных опять-таки, вот здесь вот более подробно, иногда, иногда менее подробно описано, какие переменные доступны через данные SDK и что с ними, собственно говоря, можно делать. Много-много-много тут всего. Вот, но вернемся к некой конкретике, почему я остановился еще на этой программе, кроме очень удобного справочника, ну, последний столбец, понятно, нам поясняет, что, собственно говоря, обозначает та или иная переменная, то есть, вот, допустим, переменная долгота, на которой я стою, если она после вот этого преобразования получится с минусом, то это будет обозначать, что восточная, западная долгота, если с плюсом, восточная долгота, вот, ну, это в режиме перемещения. может быть, может быть, записываема для каких симуляторов, для каких симуляторов мы работаем, можно убрать, можно оставить, но я с fsx работаю, можно работать со всеми типами переменных, имеется в виду, здесь в данном случае это подразумевается. Дальше, например, оставим position altitude, про которую мы только что говорили, и radio, переменные, остальные все уберем, то есть, это что, собственно говоря, вы хотите здесь вот смотреть, то есть, какие переменные, чем это удобно. все это происходит здесь в реальном времени, но вот engines еще оставлю, после этого нажимаем кнопку setup fails, заполняется у нас, соответственно, тем, что мы тут вот выбирали переменными, вот эта вот сеточка наша. Теперь, обновление этих переменных происходит только для выделенных переменных. Если нам, допустим, интересна какая-то одна переменная, мы на нее просто тыкаем, и нажимаем read buffer one. Она нам считывает значение этой переменной из буфера, то есть, так как у меня игра в данный момент времени запущена, то, соответственно, значения этой переменной будут считаны отсюда. Если нам нужны все значения, вот эта вот кнопка выделяет нам вот серым цветом все переменные данных категории, какие я запросил, и дальше мы можем опять-таки сделать read buffer. вот мы видим, что обновилась наша, соответственно, сетка, и мы увидели все наши переменные. Дико удобно, особенно, когда на первых порах вам надо понимать, как ведет себя та или иная переменная. То есть, ну, например, сейчас мы опять тут сгруппируемся по категориям, чтобы было проще. Вот engines. Переменный engine, который отвечает у нас за двигатели. Выделяем их всем. Делаем read buffer. А вот внизу есть такая замечательная continuous. То есть, она теперь считывает эти переменные постоянно. и по мере того, как я буду чего-то тут вот делать, ну, например, заведу двигатели, вот, можно обратить внимание, что вот переменные все благополучно умножили. Ну, это я так утрирую. И можно наблюдать в реальном времени, как они себя ведут по мере того, ну, в данном случае, опять же, привел пример того, что я вот завел двигатель. Почему именно этот пример я взял? Потому что на самом деле, казалось бы, что тут заводить этот двигатель, особенно, если включить в 7 и в 10, то есть, двумерное представление, то проблем нет. Вот она одна разъединственная кнопочка, которая, собственно, производит завод. А нет. На заднем плане при нажатии этой кнопочки в 7 и происходит на самом деле целый ряд действий. И ее вот я и хотел в дальнейшем как пример разобрать того, что зачастую вещи, которые нам кажутся однозначными, оказываются при программировании совершенно неоднозначными, а состоящими не из одного действия. Что здесь еще у нас интересного есть в этой программе? Это 16-ричный редактор встроенный. Здесь вот мы можем смотреть ту же самую память, только уже, соответственно, в виде 16-ричных включений. Кнопка Read соответственно учитывает и различные форматы представления памяти. Здесь у нас доступны например, посмотреть, то есть, ну вот, например, 08 90 у нас некое значение 16-384, если взять 16-рички, не хочет она 08 80, вот 08 90, на самом деле та же самая ячейка памяти, то есть, можно посмотреть переменно, если вам что-то там захотелось увидеть непосредственно в памяти, или интересно, как считывает субъект те или иные значения. Ну ладно, я сейчас не буду сильно подробно рассматривать программу, здесь, например, есть интересная функция FreeScanLocator, соответственно, которая позволяет сравнивать по изменению в памяти значений тех или иных переменных, изменений на определенный процент или на неизвестный процент, сканировать ячейки памяти и искать соответствующие переменные, то есть, здесь, в общем-то, я говорю, опять же, много интересных величин, но наиболее интересное для начала особенно это вот это соответственно выделение всего, сканирование того, что у нас находится в данный момент времени в памяти, в зависимости от того, что там у нас произошло, сколько переменных у нас поменялось на самом деле в процессе всего лишь навсего включения и выключения двигателя нашего аппарата, ну а мы вернемся назад, ну, для примера, возьмем скорость нашего самолетика, и если вот посмотрим сюда, то у нас целая группа переменных, которая отвечает за параметр скорости, есть скорость на земле, есть истинная скорость, есть индицируемая скорость, есть сглаженная так называемая rspeak скорость, ну, мы возьмем допустим b8, вернемся в наш sharp, чтобы ее потом не вспоминать, запишем запишем здесь соответственно значение это, ну, первое, что мы должны сделать при операции чтения, это, собственно говоря, читать то значение той переменной, которая, собственно говоря, нам нужна, опять-таки, смотрим ее размерность 4 байта S32 вот, собственно говоря, операция чтения берем с подключенным сообщением, дальше, после того, как мы подключились, создадим такие некий цикл, чтобы мы могли постоянно опрашивать значение наших переменных выводить его куда-то. Для этого нам потребуется еще одна переменная. Назовем его как-нибудь RedParam. зачем она нужна, чтобы нам из нашего бесконечного цикла, то есть пока это переменная true, мы будем отправлять соответствующие запросы к супику, он нам будет читать некий параметр. Дальше операция чтения делится на несколько частей, то есть наш параметр, мы его считали, теперь нам соответственно надо пропихнуть буфер, так называемый, супик сдк работает через внутренний буфер, вызвать вот эту стандартную функцию процесс, которая тоже вернет нам некий результат, кстати говоря, тут забываем, надо везде в общем-то как это автор делает, можно обернуть все это в буфе, можно просто читать подряд операции, которые мы производим, то есть операции чтения скорости и соответственно последняя операция это собственно получить значение переменной то есть если это было просто считать в некий его внутренний буфер, протолкнуть тот самый буфер обмена, то есть произвести обмен непосредственно с fcx и последнее получить значение, то есть после этого вот в этой переменной будет наше значение скорости. Теперь на форме определимся куда мы ее собственно говоря хотим выводить, то есть создаем еще два лейбла, ну собственно один который будет нам обозначать что ж мы сюда вывели вот а во второй собственно говоря мы будем выводить значение свежеопределенной скорости назовем его 3RSpeedLabel создадим еще одну перемену типа int что-то я криво назвал и дальше соответственно наш результат который мы получили вот если посмотреть опять-таки вот сюда видим что его надо поделить на 128 то есть вот этот столбец нам говорит о том как представить ту или иную переменную в доступном варианте вот теперь у нас есть значение переменной приводим его к строке и опять-таки через делегат все тот же самый он нам одного на все случаи жизни хватит мы выводим значение этой переменной так теперь у нас этот цикл будет теперь вращаться навеки вечной поэтому чтобы нам из него выйти когда-нибудь создадим еще одну кнопочку назовем fsx стоп и понажать этой кнопки на вот эту переменную надо сделать фальс соответственно после этого наш цикл благополучно перестанет функционировать после того как все прописали можем сразу же попробовать нашу программку цикл 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 запущено соединяем с ним поехали вот 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 собираем собираем в реальном времени изменение скорости в зависимости в общем-то от того как наш самолетик там куда-то едет в данном случае я не буду сейчас залетать объясню сейчас почему вот скорость полуполучно мониторится мы тут остановились и тут мы видим что у нас 0 то есть в данный момент времени мы подключены к игрушке и читаем первый наш параметр который отвечает за скорость останавливаем наше соединение видим что у нас отработало вот эту часть кода написала disconnected мы вывалились из нашего цикла ну и плюс я говорю вот этот метод который я описал через работу отдельным потоком дает нам возможность любые действия производить на форме то есть форма у нас является основным потоком нашей программы и не будут у нас залипать наши кнопки если так можно выразиться или элементы которые впоследствии будем чего-то тут делать ну вот скорость соответственно считали ну тут вот еще одну строчку добавим чтобы наш запуск был многоразовым чтобы мы могли несколько раз вызывать нашу подпрограмму ну для примера определим еще например магнитное склонение то есть в переменных семена называется magnetic o вот это переменная не забываем опять же смотреть что для того чтобы ее привести к человеческому значению необходимо домножить на 360 и поделить на ff ну то есть 65536 соответственно в нашей формочке сделаем еще для примера наверное я сделаю еще курс определения сразу сейчас размещу сюда лейбл соответствующий и второй параметр переменной 0580 хейдинг то есть курс не забывая опять же смотреть сюда что ее 32 параметр это означает что 32-битная переменная беззнаковая должна здесь присутствовать 4 длина и опять-таки вот приведение курса к виду который собственно говоря доступен для восприятия тут вот соответственно единственное я у себя вспомнил нюанс который забыл собственно проверить вот эти переменные result они нам возвращают результат наших операций если уж не обертывать их в конструкцию if то есть если вот это выполнилось правильно то если вот это выполнилось правильно то если вот это выполнилось правильно а просто как в общем-то в примере это написано result перегружаем несколько раз и в результате соответственно если последний result у нас трон то значит вот это вот таким вот образом выводим нашу скорость значит она определилась правильно для магнитного склонения у нас запрашиваем 4-х переменную и не забываем опять же я говорю то что дописано вот в этой вот конструкции в конце домножать ее до нормального вида ну и после этого разумеется дописываем сюда еще как обычно строчку которая у нас будет на нашу формочку которую мы сделали выводить вот в этот лейбл значение нашей переменной симу меня по-прежнему запущен что-то куда-то летает даже то есть мы можем в любой момент времени запуститься подключиться посмотреть что мы тут написали магнитное склонение для пятера 10 не забываем единственное что вот это деление на FF оно соответственно точнее на 4F будет приводить к тому что результат у нас сдвинется ну то есть вот сейчас проще показать чем сказать вот дошли до этой точки вот если посмотреть то результат у нас вот такой вот в данном случае он умноженный на 360 будет несколько без десятых в общем-то далее здесь получается но переменный инт сдвинутый на значение 65536 даст нам только целую часть этого магнитного курса то есть не забываем что если вам вдруг потребовалось и получить еще и дробную часть в данном случае переменной то после вот такого деления дробная часть у вас благополучно улетит но это так нюансы с которыми можно столкнуться по мере того как будете чего-то делать и еще один совсем забыл нюанс можно его конечно было бы рассказать и чуть ниже когда будем получать координаты самолета это еще что я хочу показать чтобы уж для полноты так скажем приведенного примера вот класс который написан у нас питером и который дан в открытых исходниках почему-то в нем он в общем-то и видно из файла редми то есть вот если тут посмотреть а не этот файл прошу прощения вот этот редми вот вот здесь в процессе где он описывает какие типы данных мы можем извлечь вот метод get он у нас перегружаем и он позволяет извлекать переменные типа byte short int long и массив byte здесь явно не хватает еще одной вещи которая по-хорошему у него ранее присутствовала потом почему-то он ее выкинул на форумах оно есть и в том примере который я понятно к этому видео прикреплю я вставил тоже назад то есть еще одну перегрузку добавить для переменных класса класса double то есть вот еще раз перегрузить эту конструкцию get для полноты того что нам нужно в результатах нам не хватает еще вот такой перегрузки то есть чтобы у нас возвращался double зачем это нужно в принципе можно конечно из массива байт собрать назад переменную типа double но это неудобно а нужно это для получения переменных которые обозначены здесь как flt64 то есть переменные с плавающей точкой 64-битные вот эти переменные достаточно часто используются особенно в конструкциях которые вот у нас возвращают из 2004 сима различные параметры в данном случайно как разу опять же в категории position altitude то есть позиция высота и вот здесь вот собственно говоря таких переменных масса преобразовывать их потом в шарпи неудобно удобнее их получить сразу из класса из базового то есть чтобы вот здесь вот они были соответственно работаны на этапе получить уже непосредственно в наш ну не примера в нашу программу где мы собственно говоря и занимаемся тем что переводим потом эти переменные в нормальный вид поэтому вот такая вот добавка в этот класс у меня класс это тоже понятно с прописанной конструкцией с преобразованием к double ну да был это переменный понятно в си шарпи в других языках программирования на флот 64 называется флт 64 ну где как то есть кто в чем на самом деле пишет но я про шарп говорю поэтому и собственно говоря привожу здесь тип переменной и так вернемся назад магнитное склонение мы получили теперь следующее что мне хотелось получить это курс в принципе можно было бы понятно ограничиться двумя переменами мне хочется показать примеры засад которые здесь возникают в процессе извлечения этих переменных именно в шарпе не всегда все однозначно поэтому сейчас вот как раз на примере курса там у нас переменная 05 80 отвечает за курс 32 бит на ее параметр который вот как раз и надо сдвинуть 32 бита назад то есть по сути деление на 65536 умножить на 65536 это сдвижка влево на число FF 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 то есть четыре раза и так в чем же нюанс получения вот этого курса зачем потребовалась такая вот городушка смысл смысл в том что в классе в базовом не прописано значение беззнаковых переменных 32 битных поэтому собственно говоря мы получаем переменную типа int переменная типа int напомню может быть как отрицательная так и положительная то есть если первый бит числа единица то переменная будет отрицательная в результате получается так что если число возвращается достаточно большое с поднятым первым битом то C-Sharp его воспринимает как отрицательное число поэтому требуется проверять это число на то что оно меньше нулю и в случае если оно действительно вернулось у нас меньше нуля то подходе я задал long можно конечно было задать поменьше переменную но не важно 64-битная переменная поэтому я здесь просто-напросто делаю операцию хор то есть переворачиваю полученное это число наоборот приводя его к положительному значению ну и в случае если число у нас вернулось положительное то у нас будет соответственно это число браться без изменений дальше опять-таки вот эта конструкция из трех строк она не потому что мне делать нечего и соответственно я не могу написать это все вообще одной строкой впихнуть еще и вот в эту строку то есть чтобы избежать лишних конструкций но сейчас я вот покажу к чему тут приводит то есть если мы вот отсюда тупо скопируем вот эту вот строчку и попытаемся ее подставить в шарф то получим ошибку то есть компилятор предупреждает нас о том что соответственно здесь может возникнуть переполнение поэтому приходится для того чтобы обойти эту тему записывать в виде нескольких строк разумеется переполнение здесь при наших значениях переменных происходить не может поэтому вот пугаться этого не следует если в лоб операции которые здесь прописаны не проходят то соответственно можно эти операции выполнять построчно посмотрим на результат того что мы лояли вот видим что магнитная составляющая магнитное склонение у нас 10 2 х 1 то есть курс на истинный север у нас в работе по объяснению принципа работы РСБН я рассказывал чем отличается один курс от другого поэтому здесь повторяться не буду здесь посмотрим что у нас за курс вот у нас магнитный курс наш здесь изображен мы стоим на не то что я хотел мы стоим на 26 полосе просто отъехали уже от ее начала и соответственно естественно у нас курс этой полосы 276 в Питере вот так что соответственно мы получили правильное значение если нам нужен магнитный курс то в данном случае мы должны просто вычесть из истинного курса магнитное склонение и получить понятно наш магнитный курс добавляем пару строк вычитая курс из курса магнитный курс здесь вот эта вот операция приведения поскольку у нас это long то есть беззнак в 64 видное число это int из одного другой без приведения явного читать нельзя то есть приводим всю к intu в данном случае соответственно вычитаем получаем смотрим что у нас получилось 276 градусов соответственно курс нашего самолета теперь пару слов хочется сказать про определение широты и долготы самолета поскольку тут здесь все остальное я думаю вы уже поняли как извлекать переменные которые могут читаться то есть если на них не написано write only то соответственно вот как вот здесь например то здесь мы можем эти переменные читать и писать вот как такие или read only из которых мы можем только читать почему я отдельно хочу остановиться на координатах самолета потому что их во первых можно извлечь двумя способами то есть первая из категории той же самой position altitude a здесь есть две переменные первая широта вторая понятно долгота какой нюанс в этих переменных ну во первых они обе 64 то есть они обе 64 разрядные по умолчанию у нас извлекаются только 32 разрядные числа хотя в общем-то можно и 64 разрядные числа извлекать но почему я буду это как пример покажу определение координат самолета как извлечение 32 разрядных чисел а по одной простой причине если потом вам потребуется в режиме слю то есть режим перемещения переместить самолет куда бы то ни было вот вам потребуется именно эти координаты то есть как видите они идут read-write определяют координаты самолета то есть они могут не только считываться как координаты самолета а и задавать в свою очередь координаты самолета а вообще вообще если вам просто нужно определить где же самолет находится есть более простой способ без всяких этих преобразований в категории radio есть у нас позиция самолета под gps причем эта позиция вот она она эта позиция она сразу приведена к градусам то чтобы не быть голословным перейдем вот сюда закроем пока откроем radio найдем нужные нам переменные вот они они то есть вот она широта и вот тут сразу как можно догадаться градусы единственное тут десятки десятые доли градусов обозначен то есть если посмотреть внимательно то здесь нельзя брать переменные целиком то есть 59 79 135 47 48 это все совершенно правильно потому что здесь 59 целых 79 сотых числа а это число еще необходимо перевести в минуты и секунды соответственно чтобы получить вот эти координаты то есть это как получить координаты самолета по-быстрому для этого существуют вот эти две переменные 60 10 60 18 с адресами смещения и они выдают координаты самолета именно в градусах десятых доли минуты а вот если мы посмотрим сюда то есть в категории позиция налетить вид широта и долгота самолета то мы увидим что вот они в буфере как видится эти две строки то и вот такие вот невообразимые числа ну вернее как не невообразимые а просто числа которые не имеют отношения к реальной жизни но внутри сима они находятся его координаты самолета по широте и долготе или любого другого летательного аппарата выглядят вот таким образом после преобразования они разумеется выглядят точно так же как и те которые были отображены ниже то есть здесь в данном случае вопрос какая задача перед вами ставит если самолет собираетесь потом двигать в указанную позицию то лучше получать вот эти координаты самолета из позиции налететь если просто нужны географические координаты самолета например для того чтобы их посмотреть сравнить или еще что бы то ни было сделать то лучше их получать из позиции GPS причем заранее оговорюсь позиции GPS которые приведены ниже распространяются на любой летательный аппарат который в сайте существует неважно есть у него там тот GPS или нету то есть на уровне понятно приложения они рассчитываются в абсолютной величине для любого летательного аппарата то есть они всегда будут присутствовать вот эти вот две перемены со смещением со смещением 69-60-18 для любого самолета вернемся назад в нашу студию для того чтобы соответственно получить наши координаты напишем еще пару строк не забываем разумеется это пропуска определяет всякий раз переменной которые впоследствии будем там использовать ну вот и так получение координат нашей широты выглядит следующим образом в начале с переменной она у нас имеет базовый адрес 0560 смотрим в нашу утилитку то есть вот она она это переменная она состоит из двух частей для чего я извлекаю по частям то есть как бы она 64-битная то есть а я извлекаю как 2 32-битной части опять же как и сказал раньше если потом я соберусь двигать самолет куда-то то мне эти координаты потребуются поэтому получаем в начале старшие 4-байта числа выводим их чтобы нам было видно как ФСХ представляет внутри себя соответствующий формат потом получаем младшие 4-байта числа выводим их опять же чтобы мы могли увидеть дальше формируем назад вот вот в этой переменной число 64-битная методом методом сдвига верхней части вверх потом подгрузкой нижней части дальше это переменная просто временная чтобы определять сэн то есть соответственно соус южная западная понятно повышария где мы находимся северной широты или южной потом преобразуем опять-таки построчно выполняем преобразование которое у нас прописано 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 вот здесь то есть опять-таки в одну строчку его это преобразование втолкнуть не получится поэтому для этого используем несколько частей и дальше вот собственно про что я говорил то есть здесь извлекаем целые градусы извлекаем минуты домножаем их на 60 для того чтобы соответственно представить их как минуты непосредственно извлекаем секунды домножаем на 100 для их извлечения вот окончательно получаем секунды и дальше собственно формируем строчку которая нам покажет координаты в общедоступном виде то есть тем как мы представляем то есть здесь в данном случае авиа 3 величины это координаты самолета внутри самой программы и координаты самолета уже в общепринятом варианте запускаем нашу программку подключаемся не туда вывел сейчас секунду исправим свой косячок вот и вот мы видим можем сравнить любой момент времени с симулятором то есть вот наши координаты как они отображаются в доступном виде в самой симуляторе вот приведенная часть соответственно этих же этого же всего вставка к тому же самому виду внутри нашей программы и вот собственно говоря само преобразование то есть в начале вот эти старшие и младшие байты выводятся числа координат вот сюда живут вот здесь десятичном представлении можно было конечно 16-ти речь ничем не отличается вот собственно говоря код под долготу разница никакой с предыдущим кодом по сути дела в большом счету нет верхняя часть числа младшая часть числа преобразование назад 64-битное число определение восточное западное у нас соответственно долгота пересчет в общий формат из которого можно извлечь дальше соответственно градусы минуты собственно говоря секунды ну и вывод этого всего понятно в доступном виде проверяемся получаем результат сравниваем его с тем что мы видим симуляторе E30 1655 ну что собственно говоря ну и очевидно получаем широту и долготу ну на этом я думаю о получении данных уже стало вполне себе понятно то есть то чего вы там захотите себе еще считать опять-таки напомню смотрится все здесь не забываем понятно пересчитывать потом в значение комментарии здесь написано что с минусом что с плюсом и так далее не забываем только про формат чисел все же таки подумал еще один примерчик есть смысл привести по работе с GPS почему именно с этими типами переменных потому что если посмотреть вот эта высота из GPS а высота в данном случае с учетом превышения порта то есть ну потом если необходимо надо отдельно определить превышение местности и вычесть одно из другого или взять переменную радиовысотомера если соответственно вам нужна высота в метрах непосредственно над поверхностью не абсолютная высота но смысл не в этом смысл переменной 6020 как и все ниже идущие переменные имеет тип flt64 тот самый для которого я в классе чуть раньше в начале этого урока примера или как угодно еще записи определил в классе дополнительный переменный double если посмотреть 6020 то здесь даже нету на самом деле того значения которое мы получаем в той переменной то есть сразу приведенное значение точнее оно не приведено а вот в формате float64 ну или double если в C-Sharper рассматривать этот же формат переменной что с ним не так сейчас покажу то есть здесь вот весь смысл при определении высоты когда мы имеем 8-байтовыми переменными которые у нас описаны в переменных как flt float64 когда мы извлекаем их из памяти для того чтобы получить вот это вот наше соответственно значение необходимо при получении уже когда get запрашивается параметр из базового класса переменную определять и под double то есть чтобы мы могли непосредственно вернуть значение 8-байтовой переменной и именно в виде double почему потому что если вот сейчас посмотреть в виде 16-ричного редактора то вот у нас тут значение вообще ни о чем не говорящий оно может быть интерпретировано только в процессе преобразования ну ладно чтобы не грузить всей этой теории смысл заключается в том что если подставить вот таким образом переменную double где flt64 то запустившись и соединившись мы получаем те самые 26 футов которые у нас соответственно определяет и сим тоже вторая часть работаю с с с дк начнем ее с того что посмотрим то что в прошлой части к сожалению пропустил там кусок видео смонтировался так как я хотел бы но это не суть тут я уже начал потихонечку делать рассказ про запись пока посмотрим что соответственно у нас координаты наши пишутся и выводятся курс определяется по мере того как у нас самолет соответственно или летательный объект который мы используем меняет свое положение что приборная скорость отличается понятно от истинной скорости что наглядно видно в данном случае ну абсолютная высота оно понятно то есть с учетом того что здесь оно в метрах я не приложу специально футы на 3 там с копейками домножить я думаю любой может теперь во второй части мне бы хотелось затронуть вопрос понятно записи переменных и изменение каких-то параметров работы программы самый наглядный наверное пример который для этого можно привести это режим перемещения ну для этого например посадим наши все чудные летательные объекты куда-нибудь на полосу в другое место относительно которого мы взлетели лишь бы он был не на том месте откуда мы взлетали тут даже не суть куда именно мы сядем предположим мы в какой-то точке аэропорта просто чтобы более наглядно это выглядело вот установим его вот здесь и теперь сделаем кнопочку я ее уже предусмотрел в сейксмов который у нас будет отвечать за действие перемещения объекта заодно и за его понятно за запись параметров через sdk создаем точно такой же болванку под создание экземпляра класса инициализацию его объектов открытия соединений соединения в общем-то в рамках одного потока да даже в рамках одного потока можно иметь несколько главное не забывать их все понятно закрывать что мы прописываем сразу чтобы потом это не забыть точно так же в открытом соединении запись чем-то даже проще чем соответственно чтение параметров единственное тоже не забываем с вопросом преобразования ну и потихонечку начнем писать параметры для того, чтобы нам переместить наш летательный аппарат куда бы то ни было внутри игры, а именно я хочу вернуть его на позицию старта. Именно для этих целей я и выводил в начале координаты в координатах игры, и, пардон, за тавтологию, то есть не в абсолютных координатах, которые выводятся вот здесь и сейчас, а вот в этих вот относительных координатах, которые нам показываются вот здесь и вот здесь. Потому что режим перемещения осуществляется внутриигровой именно по этим координатам. Нам необходимо что сделать для этого? Для этого, во-первых, нам надо перейти в режим перемещений. Смотрим, что за переменную, соответственно, слю моды, так называемый внутренний игровой режим перемещения, отвечает переменная 0.5, которая находится со смещением 0.5 dcm, и варианты ее включен режим единичка, отключен режим ноль, что, соответственно, было получено. И пропишем в нашу болванку, то есть в эту переменную пишем единицу, после чего, то есть мы вошли в этот режим с этого момента времени, после чего нам надо записать координаты, куда мы хотим переместить наш летательный аппарат. Вот так вот выглядят координаты начала 26R-полосы, соответственно, в питерском аэропорту. Ну, как всегда можно посмотреть через, опять-таки, параметры вот эти вот чтения переменных, то есть вот этот режим здесь замечательный есть. То есть, если вам неохота отдельно писать программу, то всегда можно считать текущую текущую позицию самолета. Она единственное вот в двух переменных здесь будет загружена, но это где у меня сейчас находится самолет, а так, перед этим вам просто определиться с той позицией, где он есть. То есть, подсмотреть это всегда можно здесь. Ну, или с помощью этой программки я ее, понятно, к этому видео приложу, чтобы под рукой, как образец, не образец, разумеется, программирования, а образец того, как работает с SDK, был у всех, кто захочет этим заниматься. Кроме того, что нам надо установить координаты, я их просто для себя перед этим записал, что в какую переменную писать. Необходимо установить, понятно, высоту. И высоту именно абсолютно. То есть, чтобы у нас самолет никуда там не падал, не проваливался под поверхность и так далее. Так вот задается высота объекта перемещения. Но опять-таки, для моего случая, я, разумеется, ее посмотрел, но ее посмотреть можно в любом месте, потому что превышение порта во всех местах будет одинаково. 26 метров, если у вас высота в футах, не забываем, разумеется, ее перевести. И плюс еще нюанс, вот как раз то, что число здесь 8-байтовое. Младшая часть числа пишется в 50-70. Если посмотреть, треть смещения. Вот высота самолета. А старшая часть числа пишется в 74 в ячейку. Вот в старшей части числа это целая часть метров. Младшая часть числа это дробная часть в метрах. Так как у меня, я не хочу заморачиваться тем, что там 26 метров 11 сантиметров, соответственно, и так далее. То есть тут там небольшая дробная часть. Я пишу сразу в метры. Поэтому пишу не по смещению 50-70, как, соответственно, в SDK написано, а по смещению 50-74. Ну, дальше нам надо определиться, собственно говоря, с оставшимися параметрами. Это курс. Это, соответственно, угол тангажа и угол крена. Вот. На самом деле, если у вас объект стоит на плоскости, то углы задавать не обязательно. В данном случае я еще пару строк сделал с расчетом параметров, которые у нас отвечают за курс. Если взять целое число курса, 286 это курс полосы, то его необходимо вначале умножить на 65536 и еще раз делю на две строки, чтобы компилятор не ругался. Переменную, конечно, по-хорошему надо бы задать вот здесь. Но с учетом того, что я никаких действий в этой процедуре дальнейших делать не буду, цикл здесь гонять не буду, течек памяти у меня здесь не пойдет, поэтому задам ее на ходу. И, соответственно, в переменную 5080 прописываем наш истинный курс. То есть это курс, соответственно, полосы без вычета магнитного склонения. Ну, я тут еще написал, что по-хорошему понятно надо задать углы, про которые я уже сказал. Соответственно, вот в эти две переменные задаются они точно так же, как курс, поэтому, соответственно, я их задавать для простоты сейчас примера не буду. Дальше мы все, что мы отключаем, разумеется, в конце, после того, как все параметры вот эти вот наши записали, отключаем режим перемещения с l-режим, записав 0 в ту же самую переменную, в которую мы писали единичку, чтобы нам не зависнуть в этом режиме. И после этого благополучно отправляем данные в fsx. вот это вот вообще можно здесь и не писать, но я сейчас, если на форуме еще сделаю какие-то обработки, чтобы у меня события на форуме происходили, обновления, вообще это в бесконечных циклах, если делать не через поток, а через просто цикл по нажатию на кнопки, то события дуэнс, то есть, соответственно, чтобы все остальные события, которые связаны с нашим приложением, происходила их обработка, вот эта вот строка добавляется. Здесь, в принципе, опять же скажу, она не обязательно, но для полноты, так скажем, картинки пусть будет, если мы еще тут захотим чего-то написать потом, чтобы вот наше перемещение отработало, а кнопки на форуме не справились. Ну вот, собственно говоря, все. Описали вот эту вот кнопочку, пока в общем виде, разумеется, можно здесь сделать универсально, сделать возможность получения данных, например, из вот этих вот данных. Сейчас мне лень не будет, сейчас покажу, как это делать. Хотя, в общем-то, это, понятно, уже пошло простое программирование, не имеющее отношения к чему бы то ни было. Ну вот, смотрим. Вот наш самолет стоит непонятно где, ну, точнее, понятно где. Запустим наш поток. Посмотрим координаты самолета. То есть вот явно видно, что они вот от таких вот наших координат отличаются. Текущие координаты на экране вы видите. И жмем нашу кнопочку. Опа! Волшебным образом наш самолет, соответственно, оказался по новым координатам, что, соответственно, можно и здесь наблюдать изменение координат. То есть, FSxMove у нас отработал, вот, кстати, вот для чего я делал отдельный поток. То есть у нас данные продолжают в режиме реального времени считываться. И при этом нам ничего не мешает двигать наш аппарат. То есть вот раз, и было получено его отшвыривает назад. Раз. То есть это кнопка многоразового использования, при этом у нас никак не задевает параметры, понятно, которые у нас отдельный поток читает соединение. Ну, вот это вот чуть-чуть про частный случай записи параметров. То есть вот таким вот образом они производятся. Процедура write класса тоже перегружаемая. То есть, соответственно, есть несколько параметров. то есть вот я сейчас открыл файл readme. Опять-таки, чтобы не прописывать это, то есть вот варианты записи, которые предусмотрены процедурой write. Соответственно, можем писать byte, short and long или набор байтов. Опять-таки, double отсюда куда-то плохополучно пропал, но его по образу подобия можно как read переписать. на самом деле просто мне пока этот параметр не требовалось писать, я его не переписывал. Вот, собственно говоря, после того, как процедура write у нас отработала, необходимо опять-таки вызвать процедуру process, которая выполнит операцию, то есть из буфера обмена данные уйдут fcx, после чего можно, в общем-то, сразу закрывать соединение, никаких вот этих эвентов не делать, по большому счету у вас все операции отработают. Следующее, что мне хотелось бы сказать, это на самом деле, что не все зачастую бывает так линейно, как кажется, то, о чем я в первой части уже упоминал. Для этого возьму простой примерчик, который назову engine start, то есть, соответственно, запуск двигателя, рассмотрю самый простой вариант, понятно, наук control E, который у нас есть в симуляторе, я делать не буду, потому что там процедура гораздо сложнее, она на самом деле, чтобы было более наглядно, переключимся в режим VF10, то есть, соответственно, двухмерный режим, вот, и вот выключим наш моторчик. На самом деле, если посмотреть в параметры переменных, то здесь вот возьмем их, отсортируем по, опять-таки, самое удобное здесь работать с категориями, в нашем случае это категории engine, вот на этой категории у нас один двигатель всего, несмотря на то, что один двигатель, вот, если посмотреть, вот параметр заканчивается, а вот параметры у нас начинаются, то есть, вот это вот все, соответственно, только то, что имеет отношение к первому двигателю. Помимо всего прочего, еще есть параметры вот здесь, вот, если у нас турбо, винтовое что-то, параметр пропеллеров для первого двигателя, вот, вроде как, все с двигателями, то есть, в общем-то, у нас получается, как, одной единой кнопки для запуска двигателя нет, поэтому находим наиболее нам подходящую перемену 0.8.92 и смотрим, что она четырехпозиционная, то есть, в нее может писаться четыре параметра engine start switch position, то есть, соответственно, выключена правой, левой, совместная и четвертая позиция старта. начинаем прописывать все как обычно, то есть, открываем соединение, как и здесь, соответственно, и, как самое не странное, первое, чего мы будем делать, это мы, соответственно, будем считывать, а считывать мы будем значением, которое находится чуть ниже, вот это вот. Это так называемый combustion flag, соответственно, который у нас отвечает за то, двигатель запущен или нет. Считать это значение следует с той точки зрения, чтобы определиться, у нас двигатель не работает на тот момент времени, когда мы с вами тыкаем на эту кнопочку. Ну, так как читать переменные мы учились уже чуть выше, то в данном случае я просто скажу, что считаем оттуда один байт и дальше просто результат данной операции, я уж не проверяю тут, да простят меня те, кто это смотрит, результаты резалта сами, будем считать, что они успешны, по крайней мере, мне особо не доводилось видеть неуспешных результатов. И смотрим, если у нас результат вернул ноль, в данном случае get метода, то, соответственно, у нас двигатель выключен, и мы можем его, в общем-то, запускать. Перед тем, как его запускать, еще раз посмотрим на переменные, ничего ли мы не забываем, кроме стартера. А вот тут присутствует одна переменная незримая в этих дельтапломанах, которая называется миксер лива, то есть запуск, процент запуска пропеллера, и поэтому вот ее по 0.8.90 адресу необходимо инициализировать раньше, соответственно, мы начнем запускать наш двигатель. Вот таким вот образом мы записываем 16384, это у нас параметр максимального уровня для данной оси, положительное число, вот, и плюс к этому четверочку мы пишем в 92-й, то есть, как я уже говорил, все это здесь можно было поучно смотреть, то есть, 92-я, это у нас engine start крутилка, которая у нас крутит, но на самом деле, вот если это все записать в процесс, то это будет совсем не все, двигатель уйдет в режим запуска, но никогда оттуда не выйдет, то есть, надо контролировать переменную запуск, которую мы вот эту вот тут вот проверили, и контролировать ее надо по времени, то есть, запуск не происходит в игре мгновенно, двигатели, особенно пропеллерно, для этого нам придется тут написать небольшой цикл, и так вот, этот цикл, чуть-чуть, он правда, может быть, для восприятия сложновато получилось, но я тут сразу заложил две другие возможности, первое, это то, что у нас двигатель может и не запуститься, такое тоже, кстати, бывает, но да по порядку, запускаем цикл, вечно, если так можно выразиться, здесь, соответственно, читаем переменную 94, которая отвечает за состояние запуска двигателя, проверяем эту перемену на единицу, то есть, если двигатель у нас запустился, все, вываливаемся из этого цикла и выходим из процедуры запуска, то есть, все, запуск произошел, если не единица, то мы берем некий счетчик попыток запуска и останавливаем процесс, точнее, он у нас засыпает на 10 миллисекунд, то есть, вот это вот в скобочках число, это миллисекунда, 400 попыток умноженное на 10, это 4 секунды, то есть, 4 секунды мы будем пытаться завести двигатель, если он у нас не завелся в течение 4 секунд, то все равно выходим из цеха, но перед этим обнуляем значение двух переменных, отвечающих у нас за состояние во-первых, ручки запуска, если так можно выразиться, то есть, в какой позиции находится зажигание, выключатель зажигания, и во-вторых, микстер левел тоже обнуляем, поскольку он для незапущенного двигателя равен нулю. Вот, вот такой вот цикл, единственное, как раз тут тот самый замечательный случай, что вот тут это вот событие надо бы впихнуть вот сюда, то есть, чтобы у нас любые другие события на форуме, работа с нашим приложением могли происходить. В противном случае, пока этот цикл будет крутиться, не будет информировать нас о том, что, соответственно, у нас кнопки залипнут, закрыть нельзя будет ничего и так далее, вот без этого вот до иванса. Для полноты картины, восприятия я еще введу небольшой лейбл, который будет у нас отвечать за то, что у нас двигатель запущен, не запущен, ошибка запуска. Вот. Теперь, соответственно, можем пустить наше приложение, вызвать FSx, убедиться в том, что в данный момент времени у нас двигатель выключен, обороты равны нулю, запускаем наше приложение, тыкаем на кнопочку и вот видим, что состояние перешел он, двигатель запустился, все, дополнительно можно теперь на нее нажиматься, выключить можно только отсюда, можно прописать, разумеется, обратную кнопку, то есть вот эти переменные забросить в ноль записи и как в случае ошибки двигатель будет остановлен. Сейчас его опять завели с кнопки. на самом деле эта же тема будет работать насколько я понимаю с дефолтной Cessna так, выберем Microsoft с двухмоторными самолетами уже разумеется работать это не будет, там надо писать обработчик на два двигателя так, ну вот смотрим, что у нас Cessna в каком-то тут состоянии загрузилась вот попробуем завести ее ну да вот двигатель запуск мы его получили то есть в общем-то Cessna еще таким образом запустится если взять самолет посложнее даже уже следующего уровня Cessna у которого необходимо включать дополнительно помпы и так далее то есть имеем ввиду что вот эта вот кнопочка я разобрал самый простой примерчик просто чтобы показать как вот одномоторный самолет заводится и что это в общем-то процедура достаточно такая из одного действия состоящая кстати говоря можно заодно и посмотреть пример перемещения у нас на Cessna сейчас мы и где-нибудь тут остановим повернув куда-нибудь вот таким вот образом оп соответственно она у нас прыгает то есть длине а у нее в футах высота абсолютная для нее удается вот параметр 25 что я имел ввиду то есть необходимо это помнить то есть вот в коде я сейчас перемещение поправил на 25 эту величину попробуем еще разочек и остановим ее где-нибудь тут и вот она у нас перестала прыгать то есть для самолета с разной высотой самовы его по 7 то есть если самолет будет больше то разумеется вот эту перемену надо не забывать смотреть не зря я ее сюда в общем-то вывел то есть в зависимости от того какое оно принимает значение для перемещения самолета необходимо учитывать именно значение для него а не просто какой-то там отфонарное сделаем кнопочку например на флайтс который я хотел бы чтобы у меня соответственно включались огни навигационная то есть вот эта вот кнопка на флайтс смотрим на тип этой переменной ну во-первых читаем буфер в данном случае он у нас переменной 0d0c в описании этой переменной стоит вот такое описание 1 2 4 8 16 и так далее это означает что переменная битовая то есть каждый бит этой переменной отвечает за то или иное соответственно значение то есть если мы хотим зажечь какой-то определенный свет то мы можем присваивать значение указанное здесь но также здесь нам говорят что надо еще обращать внимание на три другие переменные но сейчас давайте разберем это потому что через нее вполне нормально работать самый первый бит в этой переменной у нас отвечает за enough lights просто как сказать если надо зажечь какой-то отдельно взятый огонь то соответственно лампочку то все просто а вот если несколько сразу то уже становится сложнее вернемся в c-sharp на самом деле не сильно сложно и так стандартная вещь инициализируем открываем соединение и читаем эту нашу переменную дальше так как мы будем работать с бит и переменной создадим массив байт то есть загоним нашу переменную в массив байт на выходе мы получим вот этот вот массив в котором будут соответственно по байт содержаться наша переменная то есть вот собственно говоря я сейчас вернусь к коду нулевой байт у нас отсюда его в общем-то видно отвечает за значение на flights небольшую процедурку я добавил с учетом того что я пример прикреплю я сейчас ее объяснять не буду это проверка любого бита соответственно в числе которое преобразовано в массив байт универсальная процедура если будете чего-то писать будет понадобиться не раз помним только что биты значение требуемого бита начинается с нуля а не с единиц чтобы потом не путаться в нашем случае опять-таки если вернуться и посмотреть значение переменной ее тут правда описали таким вот образом в степени двойки 124816 но можно совершенно спокойно догадаться что нулевой бит не с первого начинается только или что-то такое описание это нафлайт первый бит бекон лайт второй бит лендинг лайт текси лайт троп лайт панель и так далее мы в данном случае рассматриваем вопрос нафлайт вот он у нас включается и выключается теперь чтобы оно было понятнее делаем то же самое второй этап бекон лайт отлично то есть это бит номер один в указанном примере единственное слегка не учел что у нас еще и другие выключатели понятно здесь же поэтому я чуть-чуть модифицировал код смысл такой что нам надо устанавливать в числе указанный бит или сбрасывать этот же указанный бит соответствую то есть данном случае у нас число которое мы возвращаем считав его перед этим то есть соответственно вот это вот dc отвечающий у нас за свет нулевой бит это у нас как мы уже сказали наш свет который мы переключаем на флайт и вот собственно говоря вот этот универсальный переключатель в данном случае нулевой если допустим мы хотим бекон лайт то он у нас второй ну то бишь первый бит потому что от нуля считаем и сделаем сейчас еще вторую кнопочку быстренько на самом деле тут вообще все просто и я специально не делал ничего универсального чтобы было понятней то собственно говоря я делаю вот включен выключен бекон лайт он начинает мигать даже заметно на полу панели это включен выключен ну и тогда можно себе рисовать управление света можно конечно эту процедуру логичнее сделать универсальной то есть передавать всего лишь туда номер заданного байта то есть в зависимости от того что мы хотим включать ты чтобы не гонять такие куски кода однотипного совершенно сделать один вызов но в данном случае просто смысл весь был показать что как здесь как реализовывается переключение лампочек вот таким вот образом ну еще что нам сделать для примера для примера например можно реализовать управление самолетом вправо влево вверх вниз эмуляцию управления то есть но чтобы уж для полночатой счастья записи перемена было понятно как работать с клавишами управления поэтому сейчас я сделаю четыре кнопочки вот как-то так то есть вот у нас теперь четыре кнопки есть соответственно верхний справа влево начнем пожалуй с кнопки вверх перейдем у нас к переменным соответственно категории в данном случае controls в категории controls ищем управление позиции управления вот она она у нас 0 bb2 переменно за нее отвечает смотрим что это переменная 16 с 16 со знаком минус плюс минус 16 384 кстати при калибровке джойстика именно вот эти вот значения с этой переменной они работают вот это индикатор элеватора или выше то есть превышение вверх-вниз позиции и того нам надо работать с этой переменной перед тем как с ней начинать работать и вот тут для себя накидал накидал ее понятно чуть раньше и большую процедурку которая пишет и читает заданное значение в зависимости от того чего я туда передал вот поэтому соответственно вызов у нас будем вызывать все время вот эту процедуру она ничего нового не делает пусть она всякий раз создают экземпляр открывает соединение если задав параметр 1 соответственно в параметре тайп то мы читаем значение переменной если задан параметр 2 ну любой другой параметру понят не равна единице хотя можно здесь был и был поставить тип но неважно опять же не программировать учимся работать то будем соответственно писать опять таки по значениям заданного эту функцию так просто запись получается гораздо короче если есть такая отдельная процедура вообще конечно по хорошему если писать что-то серьезно нужно делать свой собственный класс который будет у вас отвечать за чтение за запись неких переменных просто количество кода будет гигантская потом в нем тяжело будет разбираться ну да ладно здесь не суть в этом то есть для начала читаем значение нашей переменной как ни странно как всегда начинаем запись из чтения вопрос опять что это им нам надо писать суда значение отрицательный положить то в сравнении если не приводить типа и буду грузить короче говоря сравниваем с тем что она у нас либо меньше 15 380 но я так для себя взял потому что через тысячу буду и гнать значение то плюсую если соответственно больше то минусуем и записываем вернее как если бы доехали до предела регулирования то есть у нас соответственно 15 380 пишем максимальное значение 16 380 в руле ну 380 я беру можно понятно взять значение 383 но чуть-чуть оставляю запас на всякий случай что по руле не заклинило вот это клавишу на sub клавиша down будет несколько попроще описано то есть в общем то проверяем проверяем опять же что у нас больше максимального тут отрицательного значения и в этом случае минусу и то есть есть еще предел регулирования вначале высчитываем читаем сейчас вот можно допуститься проверить эти две кнопки можно доделать все четыре наверное так сейчас и сделаю чтобы уж было наглядно видно то есть вправо и влево регулировалась у нас и отсюда 1000 я просто взял значение от фонаря то есть можно понятно поменьше сделать можно побольше но просто неудобно щелкать придется очень часто поэтому значение изменений в пределах тысячи то есть у нас 15 единиц значение вверх 15 единиц значение вниз для клавиша left-right код примерно точно такой же с исключением того что ими переменные у нас поменялось на bb6 если посмотреть она фактически вот рядом находится то же самое то есть отрицательное значение у нас диапазон отрицательных значений относится к повороту налево положительно к повороту направо то есть по структуре коды все то же самое спускаемся переходим к нашему самолетику включаем ему разгон и тут пока педальками подруливаю чтоб он с полосы не улетел ждем пока он наберет чуть-чуть штурвал я вообще сейчас не трогаю чуть-чуть нажимаем разочек об второй разочек мало вот пошла наверх просто чтобы слишком сильно она не пошла в данном случае поэтому звук не слышим отклоняется чуть-чуть она влево а мы попробуем чуть-чуть помощи нашей программки вправо вот собственно говоря видно когда я щелкаю на клавиши что где тут порядка тысячи происходит отклонение турвала ну тут из-за того что у меня через тысячу скачет не получается добиться равновесие то есть она у нас то начинает слишком сильный вверх идти то слишком сильно вниз но сейчас в общем то не суть тут внешних нет обсуждать вопросы пилотирования понятно можно это из внешних видов полуполучно посмотреть как все у нас работает вот мы начинаем нагибать направо самковал не перегнуть чтобы она не завалилась понятно здесь и вопрос работы тем же самым автопилотом хотя вот на базе этого всего его спокойно можно и реализовывать хотим понабирать еще чего-то хотим наоборот чтобы она у нас вниз пошла то есть вот собственно говоря мы благополучно вручную управляем из программы точно так же в общем то понятно реализуется и весь остальной функционал то есть если нам нужно допустим получить управление трот вам то опять таки начинаем с того что смотрим переменные нужно нам переменная находится в категории engine соответственно 8 c в данном случае у нас одномоторный самолет поэтому его один двигатель то есть нам надо управлять только им в общем то вот управление эти этой переменной даст при желании кому это надо можно здесь доделать эти кнопки можно чего доделать какое-то управление взаимодействие с чем-то и так далее в общем то вот у меня было по большому счету две цели показать как читать переменные показать как писать переменные ну здесь прошлись по элементам управления чуть-чуть про запуск про перемещение ну в общем то в моем понимании этого вполне достаточно для того чтобы начать самостоятельную работу если интересно понятно этим заниматься вот как-то для двух первых вещей то есть если первой части был рассказ по чтению как вообще с этим работать второй рассказ про запись ну и некоторые вот элементы управления выкручиваем вот так вот вот и вот вот вот